МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не должно быть, скажем, только футбол, а учеба нет. То есть надо параллельно все это делать. Кто-то станет профессиональным футболистом, а может, кто-то не станет. Но тем не менее, тот, кто не станет, у него будет образование, он сможет свои знания применить в другой сфере. Поэтому это тоже очень важно. Самый ранний возраст, с которого должны начаться тренировки. Кто-то думает, что чем раньше, тем лучше. Но есть физиология развития ребенка, считается с 8 лет самой оптимальной. Уже именно в специализированную школу отдавать. А потом уже, когда они переходят во взрослый футбол, естественно, что там уже находит и тактическая выучка, там уже нужно принимать решения быстрее и так далее. Но в целом индивидуальные проявления – это очень важно. Тяжело было, что то, что я не знал английский. Я в школе учил французский. Но за первые полгода я выучил как-то, и потом общался. Но первые полгода мне очень-очень тяжело было. Так что у вас есть очень большой шанс выучить языки. Не только английский. Испанский очень хорошо знать. И английский. Вот эти два основных языка. Этого рода встречи очень важны для нас. И тем более, что вы не просто России, вы еще к тому же российский регион. А это еще одна деталь. То есть через это мы узнаем, насколько многообразна и разнообразна наша страна, наша Родина. Что вы раньше знали о Банжи и когда впервые вообще услышали о такой команде? Я услышал где-то в 9 лет. Мой друг там болел за Анжи. Он мне там немного рассказывал. Я очень удивлен, что они играют. У них очень хорошая техника и удары. Да, мне было интересно наблюдать. Я особо футболом не увлекаюсь, но как иногда матчи международные смотрю, там родители смотрят, и я заодно. Вот это знакомство, это, естественно, вдохновение от футбольного клуба, тем более футбольного клуба уровня российской профессиональной лиги. Это, естественно, высокий очень уровень. И это та часть, которую необходимо чувствовать детям, вот это единение спортивное со своей Родиной. Поэтому спасибо большое клубу Анжи. Дети теперь знают о Республике Дагестан, о городе Махачкала. Это тоже немаловажный момент. То есть они знают, насколько велика и многонациональна наша страна. Вы довольны по прошедшей встрече? Я доволен. Я просто, я не знаю, мне хочется всех обнять, всем сказать спасибо. Я думаю, что это очень большое впечатление для детей. Я, собственно говоря, даже хотел бы оказаться в их возрасте, чтобы побегать рядом на тренировке с профессиональными футболистами. То есть я даже немножко завидую им, когда стоял, смотрел, как это все у них происходит. Очень интересно. Очень была большая неожиданность, что вот так вот нас построят, дети встанут в один ряд с профессиональными футболистами. Я думаю, что это впечатление на весь оставшийся год и, может быть, даже на всю оставшуюся жизнь. Потому что вряд ли, наверное, такая возможность предоставляется российским учащимся. Скажи, пожалуйста, в твоем детстве бывало что-то подобное? И какие эмоции переживают дети в таких ситуациях? Ну, подобного не было, я думаю, потому что мало какие команды подпускают близкую тренировку, особенно когда сборы. Мы уже проводим это уже не первый год, и я думаю, детям интересно. Любому ребенку интересно посмотреть на футболистов, даже которые не увлекаются спортом, футболом. Интересно посмотреть на взрослых дядек, которые тренируются, бегают и самим поиграют. Сегодня дети поучаствовали в некоторых упражнениях вместе с командой. Что можешь сказать? Как вообще себя пацаны проявили? Да, отлично. Обычные дети, которые любят поиграть, побегать, полезвиться. И я думаю, только положительные эмоции им это все придало. И нам в том числе. Субтитры создавал DimaTorzok